Дарк Мессия Сарет прошел через все препятствия, чтобы внезапно обнаружить, что в его руках — судьба целого мира. Многие сомневались, что студия Arkane сумеет воспроизвести на движке Source, известном прежде всего игрой Half-Life 2, реалистичный сказочно-средневековый бой на мечах. Трудно представить, как старательно разработчики обходили все препятствия, стараясь реализовать в условиях боевой игры от первого лица все эти финты, блоки, хитрые движения и добивающие удары. Однако разработчикам в результате удалось, пусть даже ценой некоторых проблем с балансом, добиться неплохого результата. Посмотрите, как яростно Сарет избивает врагов. А ведь он еще и магию может подключить к делу. Пусть многие заклинания ему так и не пригодятся, и расчищать дорогу маг будет в основном огненными шарами. Даже недоработанные и кажущиеся лишними элементы скрытности не портят общей картины. А все потому, что Дарк Мессия, прежде всего, как и положено боевой игре от первого лица, — это зрелище. Что запомнит игрок, проведя Сарет и через 10 уровней и все преграды к победе? Наверняка сражение с мощными циклопами и огромными драконами. Или этот момент, когда одно единственное заклинание скользкого пола позволяет избавиться сразу от нескольких орков. Разработчики стараются не давать игроку заскучать. Они ведут его через игру, показывая одну красивую картинку за другой. И пусть даже враги оказались не такими умными, как намекали разработчики, и сюжет оказался предсказуемым с самого начала, главное не это. Куда важнее яростный бой, красивые закаты, мощные заклинания и обновленный дух вселенной меча и магии. Субтитры создавал DimaTorzok